Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну, новые интересные новости. Генсек НАТО пообещал, что Грузия станет членом НАТО. У-ху-ху-ху-ху! Обязательно причём, обязательно даже. Он так сказал. И, кроме того, НАТО заявило о пользе для России, учении в Грузии. Польза для России. Какие же там учения в Грузии будут натовские, а? О, как! Значит, в этих учениях будут участвовать военнослужащие 24 стран. Эти учения направлены на предотвращение кризисов, что должно входить и в интересы северного соседа Грузии. Это для них принесёт также пользу, сказал он в интервью общественному обещателю Грузии. Хорошо, хорошо. Теперь будут по Кавказским горам, эти самые, милитаристы ползать. Так, в Польше. А ну-ка, что в Польше? Задержали сбежавшего совладельца Зимней Вишни. Да, вот тут как раз год уже прошёл, ребята. Год прошёл. 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, большая часть из них дети. И что интересно, Путин не сделал сипуку себе, не сделал харакири. И ничего. Нормально. Ой-ё. Ну, задержали его, короче, да. Путин даже не приедет в Кемерово в годовщину пожаров Зимней Вишни. Это сказал Песков. Да ну а чё ему там, чё он там забыл-то? На него, глядишь, ещё плюнет кто-нибудь, или ботинком бросит. Да, нельзя, нельзя. Он всё боится, ребят. Он всё уже, он боится своей страны. Где такое видано? Трамп, какой бы ни был, да, как я его не ругаю, но он своей страны не боится. Граница США двинулся новый караван мигрантов. А, я могу добавить, под подводительством Баширова и Петрова. Точно. Это всё путинские штучки, ребята. Все вот эти мигранты, многочисленные, это всё на его деньги. Ну, не на его деньги, на ваши деньги, на деньги пенсионеров, студентов. Точно вам говорю, когда-нибудь это будет большая книжка, многотомная. А вот в России создадут уникальный медицинский трамвай. Это Рогозин сказал. Рогозин собирается сделать беспилотный медицинский трамвай. Ну, без руля, короче, без витрил, да? Ой, он должен быть оборудован вай-фай. Медицинский аппарат будет называться по причине того, что все желающие пассажиры смогут по дороге на работу пройти минимальное медицинское обслуживание. Ну, а какой? Аборт сделать, да? Пока на работу едешь, попутно. При помощи установленных в транспорте элементов. Опа, первый опытный образец подобного чудо-техники будет разрабатывать компания Invitro, а также один из филиалов центра Хруничева, Усть-Катавский трамвайный завод. А что это у нас за центр Хруничева? Я где-то слышал. А, это космический научно-производственный центр. Он что, будет на реактивной тяге, что ли? О том, когда планируется произвести первый запуск, не сообщается. Ну, в 2200 году, наверное, у них планы-то всегда такие, да. А вот это уже нормальные медицинские новости. Для женщин появился новый препарат для лечения послеродовой депрессии. Да, у меня жена оба раза впадала, вот с двумя дочками впадала в депрессию, что-то кричала, истерика была какая-то. Согласно статистике, примерно одна из девяти родивших женщин, одна из девяти, испытывает синдромы послеродовой депрессии. Да, одобрение первого, единственного в мире лечения, в США специально направлено на послеродовую депрессию. Это у нас изобрели в Америке. Он даёт надежду миллионам женщин, которые страдают от истощающего психического расстройства после родов. Зулрессо называется. Новый препарат Брексанолон, продаваемый под названием Зулрессо и одобренный 19 марта управлением по контролю за продуктами и лекарствами. Смотрите как, да. Продукты и лекарства одновременно контролируются. Так вот, этот препарат станет доступным для общественности в конце июня. Дорогой. Он вводится в больницу в виде 60-часовой внутривенной капельницы. О-ка, вот, ёлок-палый. Так, ну тут объяснение. Чокага, анаминомасляная кислота. Так, можно ли, могут ли женщины кормить грудью во время приёма вот этого Брексанолона? В качестве меры предосторожности женщины, проходившие курс лечения, а, уже пробовали, не кормили грудью до 6 дней после приёма препарата. Но в тестах грудного молока, взятого у кормящих женщин, концентрация препарата была незначительной. Побочные эффекты сонливы, седации, головные боли около третьего участников. Угу, угу, угу. Ну, посмотрим. Чё из этого получится? Это первая ласточка. Заместитель генпрокурора, 66-летний Владимир Малиновский, попал в реанимацию. Опа! Поскользнулся, когда выходил из служебного автомобиля. Ну, может быть. Он долгое время занимался надзором за расследованием особо важных дел, в частности, о преступлениях экономической и коррупционной направленности. Меня терзают смутные сомнения. Чё это вдруг? Чё это вдруг? Он так вот это удачно поскользнулся, да? Так, учительница из Барнаула. Я, по-моему, уже говорил об этом. Пришлось уволиться из-за фото в купальнике. Да, Татьяна Кувшинникова. Она занималась этим моржеванием. Ну, и сфотографировалась в купальник. Закрытый купальник. Всё. Нет. Родителям не понравилось. Увидела мать одного из учеников. Сначала рисковала родителям, потом, пожалуй, с директором. Да, да, да. Но всё-таки она ушла. Да. Интересно. А то, что на панели подрабатывают, вот это. Это ничего. Да, это можно. Ну, вполне. Главное кричать «Путин! Путин! Ура!» Во время оргазма. Рогозин захотел доверить Восточный и Космодром Восточный компаниям Ротенберга и Тимченко. Ну, хотя бы кавычки поставили. Вот так, ребята, Роскосмос может доверить компаниям Строй-Трансгаз, Строй-Газ-Монтаж и Крокус строительство второй очереди Космодрома Восточный. Первую-то они что, уже построили? Ну, не знаю, не знаю. Было потрачено почти 100 миллиардов. Нифига себе. А, вот Строй-Газ-Монтаж уже отверг свое участие. Ну, не знаю. Врут они всю дорогу. «Рассвет мертвецов» – очень интересная статья. Смотрите. Вы никогда не были на Вересте, да? Не были, да? Ну, вот оказывается, там людей очень много гибнет, да? Вот. И они остаются там, потому что вниз их стащить. Очень-очень трудно. И вот там почти 200 человек еще остается. 300 погибли на Вересте, и две трети остаются. Почитайте, как туда всходят. Я почитал, интересная очень статья, как зайти на Эверест, да? Это очень тяжело. Ну, вот, ледники тают и останчаются. И вот эти вот тела появляются, и появляются из-за льда, и вот пытаются, значит, как-то их вниз все-таки стащить, да? Ну, это просто, ну, как бы интересно, да, и может быть полезно для тех, у кого родственники там остались, да? Ну, смотрите-ка, вот за счет таяния льда, за счет общего глобального потепления на Ямале, например, растаял один такой скотомодельник. Ну, знаешь, что-то скотомодельник, там, ну, кладбище животных, да? Вот, а там может быть даже сибирская язва. И вот на Ямале, когда такой один прогрелся, около ста человек попали в больницу с подозрением на сибирскую язву, и у 36 диагноз подтвердился. Представляете? А еще заболело 2650 северных оленей. Вот так вот. Кроме сибирской язвы, мерзлоте могут скрываться и другие интересные организмы. Ну, да, уж интересные. Какие-то амебы, еще какие-то вирусы, там, и так далее. Ну, вот так. Это все от глобального потепления, ребята. Так что подснежники на Эвересте, ну, так их называют жаргоны, вот, тела, да? Это еще цветочки, ягодки, изменение климата нам только предстоит увидеть. А знаете, кого называют подснежниками эти? Патологоанатомы, ну, которые трупы скрывают. Вот они терпеть, патологоанатомы терпеть не могут грибников. Почему? Потому что вот как только грибники идут в лес, грибной сезон, да? Вот. И, значит, они... Ну, весной тоже грибы есть, морщики, строчки, да? И вот, и, значит, выплывают тоже из снега какие-то тела им. Приносят их, приходится вскрывать, подкиньте, в каком они состоянии. Ладно, Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам. У меня хватило странное чувство, да? Вот мы все говорим, что Путин собирается с Белоруссией, там что-то вась-вась сделать, да? А может, с Турцией? Ведь они же, ну, два сапога пара. Что Эрдоган? Три сапога пара. Что Эрдоган, что Путин, что этот батька белорусский, да, Лукашенко. Может быть, Россия объединится с Турцией, будет Турроссия такая страна. Ну вот, можно сейчас уже въезжать по внутренним паспортам. Но пока еще нет, но может разрешить, да. Нефть станет новым геополитическим оружием США, правильно. Против России даже очень хорошо. Сейчас США добывает очень много нефти. Вот. И может просто перекрыть каналы российские тем, что будет продавать эту нефть дешевле. И люди будут покупать только, чтобы с Россией не связываться. Ну вот, мне уже одна тут дама сказала. Ну, я нашел эту новость. В Югорске детское питание хранили в морге. Морг, себе представить, город такой, Югорск. В здании городского морга обнаружили крупную партию детского питания. Морг, себе представить. Выдается детям до года в поликлиниках. Почему оно хранится в морге, я не знаю, сказал депутат Гордумы Антон Пантин. Детское питание и каши, общая стоимость порядка полутора миллиона рублей, складировались в прощальном зале городского морга. На улице мира автор записи напомнил, что морг и судмедэкспертизы используют в работе формалин, фенол, тимол, сулиму и другие препараты. Можете себе представить. Даже испарений некоторых достаточно для отравления человека, не говоря уже о маленьком ребёнке. Автоваз вновь модернизирует внедорожник Лада 4.4. Это Нива так называется. И знаете, она модернизирует. О, это вообще, я тут почитал модернизацию. Убийцы веником. Цвет полки багажника будут приближать к основному цвету отделки салона. Будут приближать цвет, ну и так далее. Питание плафона, форсунки стеклоомывателя, отключение питания розетки 12 вольт при отключении зажигания. С ума сойти. Подлокотник сделают, другой подлокотник. Можно будет водителю так задуматься, вот на подлокотник руку и задуматься. Ну вот так, ребят, такие у меня новости. Всего вам хорошего, до свидания. Доктор Влад с вами. Доктор Влад с вами.